Меня безумно сильно интересует Ну это ты очень удобно устроился С Моктуновских, Янковских, нет артистов У нас была другая жизнь Мы тоже были молодые, тоже неопытные, неинтеллектуальные Солома из головы торчит И мне так не понравилось тише сниматься И тут меня утверждают, то есть, ну, и зовут еще Здравствуйте, Ира Графовна Здравствуйте Совершенно счастлив и рад, что есть такая возможность с вами пообщаться Пусть в такой обстановке, в такой атмосфере, под камерами Но тем не менее есть возможность задать вам какие-то вопросы, которые меня мучают Которые меня интересуют Мучают? Не пугай меня Сильно прямо уж мучают, конечно, драматизируют Ну, может быть, вот как-то что-то вы мне подскажете В принципе, мы с вами работали, уже пересекались на разных спектаклях Но тем не менее, я бы еще вот хотел вот, ну, еще раз какие-то вещи озвучить И, может быть, услышать на них ответы Вот, допустим, меня безумно сильно интересует Почему молодое поколение артистов, ну, то есть вот наше современное Оно до такой степени в основной своей массе жидкое какое-то, безвекторное Какое-то, ну, есть и талантливые ребята, есть и менее талантливые Но оно как-то не так профессионально, как ваше То есть, а что тут повлияло? То есть, то ли обучение, то ли какая-то эпоха, время В чем проблема? И она же есть, она существует Есть, да? Она все-таки есть, ты считаешь? Мне кажется, да, потому что у нас нет сейчас ни Шукшиных, ни Евстигнеевых То есть нет каких-то... Да, это правда Смокнуновских, Янковских Нет артистов, ну, может быть, они и есть артисты, интеллектуалы какие-то Ну, то есть, я все-таки связываю это, наверное, с какой-то малообразованностью С какой-то недодачей школы, как вот с чем-то таким Ну, это ты очень удобно устроился Это такая позиция, очень удобно Нам не додали, и школа плохая была И поэтому мы без такой вот, без основы Неинтеллектуальные и так далее Это все не так, конечно Вы тоже вполне, вполне хорошие ребята Какие и мы были, в принципе, в свое время Просто у нас была, ну, так не хочется говорить, другая жизнь Но она была, конечно, очень... Она очень отличалась от сегодняшнего вашего существования Того же образования, того же окружения Той же жизни, которая сейчас кипит Мы тоже были молодые, тоже неопытные Неинтеллектуальные И тоже, наверное, когда что-то не получалось, говорили Вот школа плохая там или еще что Нет, это все, в принципе, молодежь, она и есть молодежь Просто нам тогда, с одной стороны, очень повезло А с другой стороны, нас очень ограничило Потому что в моей юности Не было интернета Ну, если так примитивно говорить Были книги Были книги И мы их читали Сейчас никто не читает Не только ваше поколение А и совсем молоденькие и маленькие Просто у них даже навыка такого нет И нет даже необходимости такой Что приведет, на мой взгляд К страшным драмам в этой жизни Не было у нас и... Вот сейчас, чтобы быть каким-то Более-менее известным Или хотя бы узнаваемым на улице Сейчас сериалов пруд пруди Снялся человек в каком-то сериале В удачной более-менее роли И все, в принципе, он свое выполнил Он артист Он известен Он хорошо зарабатывает Ну, что еще-то, казалось бы Дальше уже некуда бежать Ничего такого у нас не было У нас был только театр Ну, снималось же огромное количество Снимались, да Кто любил, кому нравилось Кого приглашали, все снимались У меня, к сожалению, с кинематографом случилось Я очень пожалела потом об этом Но случилась совсем другая история Просто я бы даже сказала Драма Первый раз я Когда меня пригласили на «Снежную королеву» Причем меня пригласили Я сама пришла На телевидении мы делали Какой-то спектакль И мне один артист говорит «Иди на Ленфильм» Там снимается Сейчас будет «Снежная королева» Иди, я уже им сказал Они тебя ждут Сказал мне артист Очень хороший Ну, ждут же Я примчалась Нашла комнату их Пришла Говорю, вот это я Меня зовут Эра Зиганшина Я вот на маленькую разбойницу На что мне режиссер говорит Большое спасибо Мы уже утвердили И уже артистка снимается Ну, понимаешь, какой у меня был Удар Потому что мне Коля Боярский сказал Что меня ждут Ну, я поблагодарила Пошла к выходу Но я не я Если я что-то не скажу И как-то Ну, чтобы не заплакать просто Я просто готова была зареветь Я повернулась и сказала Ну, что ж, очень жаль Потому что все равно Лучше меня Никто вам ее не сыграл бы И гордо ушла А сколько лет вам было? Двадцать один Двадцать один Да Я вышла Обревелась, конечно, на улице От расстройства От унижения От того, что я пошла за одним Получила совсем другое И через неделю звонок Слинфильма Что у вас завтра? Я говорю Я завтра свободна Приходите Вот я пришла Провели меня в какую-то комнату пустую Подождите, говорит, сейчас И там длинные такие коридоры Такие были Я не знаю, как они сейчас В каком состоянии Тогда это было Ну, это каземат Просто обшарпанный Ну, сейчас так же Ну, и сейчас примерно так же Да И вот я сижу в этой комнате И слышу по коридору Цок-цок Какими-то железками По полу И какой-то скандал Какие-то такие Крики Какое-то возмущение Короче говоря Это Вернули артистку эту Которая снималась Уже в этой роли И по мере того Как она Раздевалась Мне приносили Ее вещи И все время Говорили Только тихо Я вот так Теплое, можно сказать Одевала на себя И еще тогда В свои Там 21 год Подумала Что-то ты нехорошо Начинаешь Как-то это Ну, правда Как-то Понятно, что не я Виновата Но все равно Как-то это Наконец Все мне принесли И опять говорят Посидите Сейчас она уйдет И мы пойдем Гримироваться Слышишь, какая обстановка Чудовищная И так-то бывает Ну, вот сейчас приходишь Когда после кого-то На пробы И так Это так Ну, неудобно одевать Ну, да Но это пробы Это ладно Это Такие, знаешь На равных все Все пробуются Ну, кто-то пройдет А тут-то Утвержденная актриса Уже снимающаяся Ну, я пришла В этот самый В павильон Все были в восторге Загримировали Все Солома из головы торчит Все 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 очень хорошо И мне так Не понравилось Тише сниматься Не понравилось Ай У меня просто Все протестовало Потому что Это год Я, наверное, уже работала В театре Уже у меня Три главные роли И всеобщее Это в Балтийском доме В Балтийском доме В Ленкоме Тогдашнем И всеобщая Любовь И Всяческое Почитание Тут я Никому не сдалась Все заняты Своими делами Тут же мне дали текст Его надо срочно выучить Потому что я Не готова была К съемкам Тут же надо Надо учить Тут же это играть И это меня так возмущало Это Никакого отношения Вот К тому актерству О котором я там Мечтала Это ничего общего Какая-то идет машина Какое-то производство Где я Какой-то просто винтик Ой Я беру девочку тебе Протестую Это еще что за старый сухарь Мама Затри-ка его Ой Не бойся девочка Пока я с тобой не поссорилась Никто тебя пальцем не тронет Ну Идем мы со мной Ура Короче говоря Тише Лет Пятнадцать Я отказывалась Я отказывалась сниматься Хорошо и нормально Но кино Было пропущено При том что мне Предлагалось Безумное количество ролей И я от всего Отказывалась Потому что все они были Такие Перепевы Маленькой разбойницы Там На заводе Старшеклассница Ну все Знаешь На лицо Ужасные Добрые Внутри Понимаешь Разные декорации Да Да Просто они-то хорошие Просто вот они такие Ершисты И вот какие-то вот такие Неблагополучные Какие-то девчонки У которых что-то там Не получалось А внутри Они очень тонкие Хорошие И это мне ужасно Не нравилось Короче вот так был упущен Мой киношный Весь Период жизни Слушайте Ну Это Да Это интересно Потому что у меня Даже вот Ну можно провести параллель Потому что Когда вот Я снялся в первом Своем фильме Ты когда снялся Это было Мне шестнадцать Пятнадцать лет Мне было А Я приехал Из Калининградской области Я поступил В три театральных института Я поступил В МХАТ В ГИТИ В ЩУКУ И то есть Тут же Где-то Пока я поступал Среди абитуриентов Меня кто-то сфотографировал Меня позвали на пробы Я пришел К режиссеру Шамирову То есть Ну так Весело Ну какое-то кино Которое я Тогда из своей Деревни Из Кукуев Видел Только по телевизору Ну ладно Схожу И тут меня утверждают То есть Ну И зовут еще И говорят Ну вот сейчас Вот ты до первого курса Пока вот не начал учиться Снимешь все в фильме Поедешь И я поехал в Крым То есть И увидел там этих звезд Там вот Кино То есть Там Куценко Бошаров Галкин Ваня А вот где Алина Сестра твоя? Я не знаю Она сегодня не ночевала Ух Как не ночевала? Вань Тебя Вань зовут Я пришла тебе помогать А как ты будешь мне помогать? Вообще Давай я рыхлю Ты там ровняешь И конечно у меня Планочка-то поехала И да И сразу как я снялся Я пришел в институт царем Царем, конечно То есть я понимал Абсолютно объективно Что здесь Все люди не чета Нет Что это случайные люди В моей жизни То что Я король просто мира И бог института Естественно На втором курсе Я уже немножечко понял Что я ничего не знаю Не понимаю На землю спустился И потом Еще на третьем курсе Я снялся тоже В большом фильме И потом тоже Я посмотрел это все Мне все время Когда я смотрел Свои работы Хотелось напиться Ой ужасно Да Мне было Дипо безумно стыдно Я сидел красный И то есть я понимал Что ну просто Ну не надо себе врать И обманывать Это не твое Абсолютно понимаю И так получилось Что после института Меня позвали сюда В Александринские театры И я совершенно Не расстраиваюсь Пошел и с удовольствием Начал работать Начал чему-то обучаться То есть вот И уже поработав Десять лет Уже когда вроде Появилось какое-то окошко Я подумал Ну может быть Вот сейчас попробовать И вот как раз Вот предложение хорошее И пошел Вот снялся в фильме В большом блокбастере То есть я смотрю Ну уже хотя бы Ну не рвет Не тошнит От того что Ну так Я там вижу все Что половина плохо Ну вроде более-менее Теперь уж думаю Что можно попробовать Но вот в этом смысле То есть тоже есть Да-да И вот в связи с этим Хотелось бы спросить А вот Вот сейчас потому что Ну вот разрывает Ну просто на части То есть вот я говорю Что в марте Хорошо Даже Нет это здорово Да что как раз Такое время То есть от 30 до 40 А все Самый рабочий Да Самый рабочий возраст Но Как вот Ну как вот Не оскотинется Не это Не потерять Вот это вот Ну я думаю Нет уже Не съехала Вот ну вот Не должна уже В 16 лет Когда снимаешься Это одна крыша Все-таки А в 30 и дальше Это уже другая голова И другое отношение Потому что есть Вот моментами Возникает страх Вот потерять Вот именно Свои потроха Какую-то свою Вот эту детскость Непосредственность Какую-то вот А почему страх Почему ты думаешь Что ты это можешь Потерять Ну потому что я видел Этих людей Потому что это Ну мои друзья Товарищи Которые Ну вот На них смотришь А это уже не тот человек Который был раньше Конечно в той или иной степени Мы все меняемся И не остаемся Такими же Ну когда смотришь Какие-то Это становятся Какие-то совсем Заносчивые люди Какие-то высокомерные Ну ты знаешь Раз ты это видишь И это понимаешь Я думаю Что тебе это уже Не грозит Потому что я когда Пришла в Александринку Мы с тобой познакомились И я все время спрашивала Говорю Почему такой парень Не снимается Он должен Сниматься Такая фактура Такое лицо Почему Я очень переживала Что ты не снимаешься И когда я увидела Что ты уже Пошел Пошел Думаю Ну вот Это справедливо Так должно быть Так должно быть Он должен сниматься Но то Что я себе Тоже не понравилось Вот как ты говоришь Вообще Это безумно Это одна из Кстати Помимо там Процесса самого Который мне не понравился Я посмотрела кино В доме кино Это на Арбатской Нет Это в Питере Было В доме кино Итальянской Боже мой И наконец Конец фильма И я Уползала В темноте Пока свет Не дали Потому что Ничего безобразнее При том Что я думала Что я потрясающая Я очень хорошая Меня все хвалят И тут я увидела Какую-то писклю Каким-то дурным Голосом Пищащая Чего-то носит И чего-то кричит Чего-то говорит Боже мой Думаю Господи Это была одна из причин Почему я отказывалась Потому что я поняла Что если в театре Девочка Мальчик Они могут иметь лицо Какое им надо Если мне нужно сыграть красавицу Краще меня никого Если мне нужно сыграть уродку Уродливее меня никого Кино Просто другое искусство Я просто увидела Что я и кино Совершенно Не совмещаются То что я хочу У меня никогда не получится В кино Потому что данные мои Таковы И других нет Вот это была драма Должна тебе сказать Ну я тоже Когда вот Ну вот сейчас уже После долгого перерыва Уже поработал Ты очень хорош Кстати У нас на экране Да Мне очень понравилось Ну я тем не менее Все равно Я пришел И понимаю Что вот Ну учился Я учился И в дипломе написано Это артист театра и кино Да Но кино-то вообще Обучение Тем более современное Обучение в институтах Театральных Оно же не имеет Никакого отношения Никакого, конечно То есть ты приходишь И заново Постигаешь профессию Ну каким-то техническим приемом Учишься Вот я вот сейчас Вот работал еще летом С Мерзоевым Владимиром Владимировичем Да Которым вы хорошо знакомы И то есть Ну я вот позвонил Отсмотрев все семь серий Я говорю Блин, спасибо вам огромное Вы мне дали Такое большое количество Технических приемов Которые вот Он просто Он то есть Как вот режиссер Потому что сейчас Режиссеры в основном Ну какие-то такие Суперкассовые фильмы Снимают молодые режиссеры У которых тоже Как и у нас Не хватает Именно образования Понимания Профессии режиссера То есть Они на каком-то Интуитивном Чувственном уровне Работают А Так вот Чтобы помочь Артисту То есть Вот мне к примеру Нужен помощник Мне вот Нужен какой-то папа Который вот Будет со мной возиться То есть Я не могу Один так Да все Плевал я на вас На всех Это в кино и в театре Или только в кино Не в кино и в театре Да А в театре тоже Так вот Ну надо мне Вот чтобы меня вот Как-то взбодрили Чем-то помогли И вот я говорю Что с Мерзуемым Работал Он говорит Ну вот что Здесь надо прием Такой Здесь вот Понимаешь Вот партнер Вот говорит К примеру Тихо Ты значит Должен громко Говорить Он медленно Ты быстро Значит Какие-то И то есть Какое-то Ну действительно Набираешься Опытом То есть Техническими Этими приемами То есть А в институте Ты этому не учат И это конечно Ну жизнь этому учат Ведь смотри Как это Ну да Да Я-то считаю Что в кино Это Я могу преклоняться Перед артистами Актрисами Которые только Снимаются в кино И снимаются Очень хорошо Это совершенно Другой вид искусства Который мне просто Вот он мне Не подвластен То ли потому Что я очень долгие годы Занималась Только театром И только Актерской Театральной Профессией И я знаешь Как Как лаборант Мне было Как в лаборатории Сидела Мне не важно Было ничего Про карьеру Я не думала Не про что Мне было интересно Заниматься Вот этим Конкретной ролью Почему у меня Сегодня не получилось Почему у меня Режиссер Чего-то говорит Почему я его Не понимаю И так далее Я годы на это Потратил Для того Чтобы Обрести себя На сцене Мне это удалось Почти Кино для меня Тема вообще Закрытая Я ничего В этом не помню По сей день Хотя говорят Что я снимаюсь Вполне прилично Ну тем не менее Ужалл Куча предложений Куча предложений Это чисто Как тебе сказать Физиологическое Я бы сказала Потому что Пришел тот возраст Когда мы В возраст Артисты Артистки Либо они больны Либо их уже нет Либо они себе Понаделали Такое с лицом Что их крупным планом Не взять Это наша общая шутка Всегда Я как скорая помощь Прихожу на съемки Потому что Они перепробовали Эту Эту знаменитость Эту знаменитость Ой нет И тогда вспоминается Боже мой Есть же Зиганшина Который сейчас Придет и все сделает Поэтому да Предложения И чем дальше Тем больше Начались эти предложения Правда Я уже поняла Что да Время упущено Ну бог с ним Потом началась Значит Начал корежиться Все мое государство Стало все рушиться Пришли какие-то Очень тяжелые дни Тогда я всю свою гордость И все свое презрение Кинематографа Отложила в сторону И пошла Во все тяжкие А мне уже за 40 И я пошла То есть это как вынужденное действие Абсолютно вынужденно И очень цинично Мне нужны были деньги И я снималась Это не было любви никакой И я видела Что кино мне тоже Не отвечает взаимностью Потому что Любовь дело взаимно Без любви Как я теперь понимаю Вообще ничего не может быть Ничего Ни в театре Ни в кино Ни в личной жизни Ни в своей стране Вот если это все без любви Ноль В результате будет Поэтому кино мне отвечало Естественно взаимностью Я его не любил Он меня не любил Вот так что Это такое дело Хорошо Ну раз мы все-таки В театре Может быть Немножечко Вот как вот Первые роли Первые Ой первые роли Да Первые роли Как раз после После Мне тоже кстати Очень Да Мне очень интересно Потом узнать Что тебе Что для тебя это было Потому что для меня Это был ад Первая роль При том что Меня когда пригласили Георгий Александрович Меня не оставил Толстоногов Это была Самая большая драма Моей жизни Потому что это было Очень неожиданно Потому что все Были убеждены Что он меня оставляет У себя в театре И он собрал весь курс И каждому говорил Какие-то оценки давал Вот тебе вообще Я вам советую Этим не заниматься Да Абсолютно Очень честно И жестко Вам надо обратить Внимание на то-то То-то С вами будет Все в порядке Очередь доходит До меня Минут десять Он рассказывал Какой я гений Никакая Элеонора Дуза Никто таких слов Не слышал про себя Сколько мне Наговорил Георгий Александрович Но Вдруг он говорит Наряду с этим И минут десять Следующее Полная безалаберность Безответственность Непонимание Что такое театр Непонимание Коллективного труда Эти бесконечные Опоздания Ну и я была Конечно Оторвее выбросить Вот этого Вот этого И я не знаю Это дословно Я наизусть Запомнила на всю жизнь Мы потом с ним Очень долго смеялись Через многие годы И я не знаю Что из этих двух Начал победит Я склонен думать Что второе То есть весело То есть ничего из меня Не получится Я безалаберная И безответственная Что такое театр Я не понимаю И так далее И когда меня Он меня не оставил Очень я это переживала Жестко Наконец меня позвал Ленком Я пришла в Ленком И через какое-то время Восстанавливают Униженные Оскорбленные Которые Георгий Александрович Товстаногов Поставил там Я не знаю В каком-то году Очень хороший был коллектив Очень хороший Говорят Был спектакль И когда я узнала Что он восстанавливает Я говорю Директору театра Я говорю Я Больничный возьму Ну потому что Он меня конечно Не возьмет Потому что Мы расстались Как-то Но я тебе не сказала Что когда он Это все сказал Как из меня Ничего не получится Вечером на банкете В кураже Ну я наговорила Конечно все Что я могла Наговорить Этому мэтру Испортив Навеки Можно сказать Отношения Как он ничего Не понимает И вообще Я говорю Я возьму больничный Я пойду болеть Потому что Понятно Что он меня не возьмет И ушла На следующий день Директор театра звонит Так Хватит валять дурак Давай Репетировать пора Ты в распределении А мы сказали Что ты болеешь На что Георгий Александрович Сказал Ну выздорове Ты начнем репетировать Это конечно Был большой подарок Для меня Был замечательный спектакль Большая была награда У нас был Дядя Миша Ладыгин Такой потрясающий артист Он играл в Старика Ихменева И когда он всех собрал И сказал Георгий Александрович Что если Все артисты Будут работать Как Ладыгин И Зиганшина Спектакль будет блестящий Вот это моя была После такого перерыва Такая встреча Потом через многие годы Отдыхали мы в Ялте И я конечно была ему Бесконечно благодарна За всю мою судьбу Потому что Если бы он меня Тогда оставил Тише Ничего того Что я сыграла В жизни Мне не светило Ничего бы этого Я не играл Потому что Ставил он Совсем Потрясающих Артистов Молодежь Там была Как-то так На подхвате Ни одного Как кстати В свое время Не было Молодых артистов И в Пушкинском театре В Александринке Они были Конечно Но они ничего не были Ничего Их Просто незаметно Просто Понимаешь При таких глыбах Они и молодых Все играли Эти глыбы Да 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 И ходили-то на них Думаю Как хорошо Что он меня не оставил Потому что Те с курса Кого он оставил Ну так вот Все по жизни И там Все Однажды меня Пригласил в театр Горбачев Игорь Алексеевич В Пушкинский театр И я как-то На распутье была Думаю Действительно Потому что В Ленкоме Была очень тяжелая Публика Были еще Такие времена Это Конец 60-х Когда Организовали В стране Очень много ПТУ Их Окультуривали Их Приводили На спектакли А куда Не в БДТ же Повезли Не в Пушкин Приводили В Ленком В Ленинского Комсомола И эта борьба С публикой Была чудовищная Это тоже Очень большая школа Кстати Жизни Когда 1200 Зал Огромнейшая Сцена Я Маленькая По сцене И шла борьба Кто кого Они сидят Общаются Они сидят Общаются Девчонки на коленях Сидят Бутылки катаются Попу Ну это просто было Кто кого Шла борьба Вы меня Или я вас Это очень рано Началось у меня Вот отсюда После этого Мне ни один театр Не страшен Тысяча мест Не тысяча мест Абсолютно Ни материал Ничего Ничего не страшно И тогда я думаю Пойду-ка я В Пушкинский А тогда Триумвират Был в театре Художественного Руководителя Не было Был Володя Воробьев Сандро Товстоногов И Юрочка Аксен Царство всем небесное Вот И я Сандро говорю Я говорю Я наверное уйду В Александринку И он мне Вот на всю жизнь С пампушками Да И он мне говорит И что ты туда пойдешь Вот что ты будешь Там играть Ты хоть одного Молодого Или молодую артистку Вообще можешь назвать Там дубовая дверь С пумпушками За тобой закроется И все И тебя нет Ты как на айсберге Это настолько Образно было сказано Что я ему поверила Думаю Да действительно И осталась тогда В Ленкоме На свое счастье Потому что Потом пришел Опарков И началась Золотая пора Нашего И вы переиграли Совместно Переиграла Все И все как И это была такая Команда мощная Это мечта Для любого артиста Когда есть команда Когда есть свой режиссер Который тебя понимает Которого ты понимаешь Когда есть ребята Которые дышат Буквально одним и тем же Это Вот несколько лет Такого Счастья золотого Это было Слушайте Аргоров Ну вот у меня Конечно Все гораздо Произаичнее Вот мне интересно Как ты начал Четвертого курса Я даже никуда Не собирался Идти Я думал Ну куда я В театр какой-то Вроде доучился Доучился И тут подходит Валерий Владимирович Говорит Ну слушай Давай Ты это там Все дела Свои решай Я тебя беру На роли Там То есть Все будет Жилье Все хорошо Я думаю Да почему бы нет Прекрасный город Санкт-Петербург Думаю Я причем Из Калининградской области Родом То есть он И по климату Близок И то есть По состоянию внутренне Я приехал сюда То есть первое время Я просто там Ходил по спектакле Смотрел полгода Ничего не делал И тут значит Меня назначили Вот в этот спектакль Царь Эдип Который Тарзоплов поставил Где нужно было Участника Хора Фиванцев Играть То есть полтора часа Сидеть с высунутым языком На сцене В одной позиции Просто Ну ладно Значит надо Какие-то устроили Мне тренинги То есть я месяц С ребятами ходил Они меня готовили Все Выстраивали мне Эту всю пластику И вот уже Когда я вышел Ну конечно Да Там полные штаны Радости у меня были И страху Когда вот я вышел На этот огромный зал То есть До этого В институте Конечно Потрясающе И то есть До сих пор Я здесь И Ну и сейчас Даже вот Чисто теоретически Да есть возможность Ну вообще Куда хочешь Пойти Зачем? Не Один раз Вот приснился сон Значит Я проснулся Вот просто Кошмар Просто Я сижу В Вахтанговском театре Я же в Щукинском учился Я сижу Я знаю всех ребят Которые там работают Сейчас вот Ну все Основные ведущие Вот состав Костяк Я их всех С института еще знаю Я вот сижу Меня приводят Говорят Тихон Проходи Вот твой Гримерный столик Вот здесь будешь сидеть И я сижу Смотрю На себя в зеркало И говорю У меня Начинают слезы идти И говорю Предатель Что же ты сделал Как же ты мог Предатель Я просыпаюсь Нет Нет Я не ушел В Вахтанговском театре То есть Вот как-то я Ну уже полюбил его И полюбил Там со всеми его Недостатками И огромными преимуществами Поэтому Ну вот Первый опыт Недостатков Да везде Тише Выше крыши Везде Да Я смогу Так Ну со всеми Общаюсь с ребятами Кто работает Там в ведущих Театрах Нет Уходить нельзя Из этого театра Ни в коем случае Поэтому пытаюсь Всячески Простите Я последний раз Иду сниматься В кино Оставьте меня Пожалуйста Не выгоняйте Нет Не сниматься Тоже нельзя Ну тоже Да Нельзя в нынешней жизни Просто нельзя Потому что Валя Предлови Уже есть возможность Ну вот вообще Просто выбирать Нет Это не будет Нет Выбирай Вот это Вот Это интересно Есть возможность Выбирать Выбирай Мне было интересно Ну вот так вот Как-то А меня театр ваш принял Очень тяжело Очень Это же спектакль Как раз Литургия Зеро Литургия Зеро Да Причем Меня Замечательно Приняли Все вы Вся молодежь Я бесконечная Всю жизнь Везде говорю Я благодарна Так Потому что Они с такой Теплотой С такой Любовью Как-то Ко мне Относились Вот мы Репетируем Кончается Репетиция Тише Я без сил И какая-то Ну совершенно Думаю Что такое Почему Почему я Абсолютно Без какой-то Энергии Я выхожу И еле Доезжаю Даду Думаю Что такое Кто вампир Фокин Что ли Вампир Что такое Почему мне Так плохо Почему я Без сил Казалось Ничего Там огромная Большая Сцена Но она одна Я пожизненно Привыкшая От звонка До звонка Тащить весь Спектакль Ну что такое Этот период Боже мой Почему мне Так плохо Раз Репетиции Два Коллектив Замечательный Относится Ко мне Потрясающе Фокин Меня любит Все меня любят Почему же Мне так плохо И кто-то С куклой Кто-то С куклой Тыкать Кто такой Короче говоря Однажды Я пришла Очень рано И стала Бродить По театру Я поняла Что дело Не в живых Людях А дело В самом здании Что-то Чего-то Я этому зданию Не глянулась Не знаю Почему Я ходила По театру По коридорам Поднимаясь Наверх Туда Сюда Трогая Так стены Я говорю Спокойно Я тут Надолго Я тут Навсегда Ты пожалуйста Как-то Ко мне Присмотрись Не думай Что я там С таким-то характером Какие-то там Разговоры Про меня Это все неправда Я хорошая И вот так Ходила тише По зданиям Я даже Время от времени Я подхожу Перед премьерой Где-то еще И вот так Тряпочку Стеночку Где-то Когда уже Монтировщик Что-то разбирает Или собирает Я тоже Вечером Иногда выхожу Ты не ругайся Ты же понимаешь Молодое поколение Ну ты как-то Помоги Как-то так Ну вот видишь Молодое поколение Не молодое поколение Оказывается Видишь как Сколько общего Как это роднит Конечно Это надо приручить Это надо извиниться Перед спектаклем Перед тем Как выходишь на сцену Вот за все За все Да Это что такое? Зеро Балышка В ГДБ Если шарик Падет на зеро То все Что не поставлено На столе Принадлежит банку Пацана А я Я ничего не получаю Ничего бабушка Зато если вы Пред этим Поставили на зеро И выйдет зеро Вам платят В 35 раз больше В 35 раз Или часто выходят А что же они С кураги не ставят 36 шансов Против бабушка Поставь На зеро Легенерал Повторит 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 Иран И Промет Повторит Суар Желуи Так Ну а что еще Ну а О современном Опять Ну что у нас Либо театр Либо кино Вот последняя работа Сериал бывший Ну что бывший Бывший я Я тебе скажу Ты мне даже уже говорил Что вы рассказывали Что там как-то Вы все сами делали Ну я согласилась По одной простой причине Не буду там Слух произносить Но возраст Очень почтенный У меня И когда мне предложили Скакать на лошади Ну тут то что надо Стрелять из ружья Водить какой-то Ну какой-то Неимоверный Кадиллак Он такой Весь как Космический корабль Вот весь он Вот всю мою Не двинул А вы же водите машину Вожу Ну у меня простой Джипик И я гоняю А тут К нему подойти Это страшно было Не то что там Сесть и Подъехать к самолету Сын мой Хозяин всего этого И ему надо Срочно ехать в Москву И я его подвожу Ну прямо вот к трапу И это надо делать Быстро Ну вот ты водишь машину Ты понимаешь Это очень Не я не водишь А ты не водишь В кино водил Но так и не водил На педаль просто Вот жал Вот и смотрел Чтобы камеры Нет А тут я Издалека Везут меня По аэропорту В Чикаловске Под Москвой Большой пустой аэропорт И я на всей скорости Должна вот так вот Остановиться Ну вот немножко Задеть Все Всю мою недвижимость Продать На этом колесо Одно можно купить Вот такая машина Поэтому я конечно Согласилась Причем согласилась Точно так же Как скорая помощь Пробовали Такую Секую Такую Звезду номер один Звезду номер два Звезду номер три Все боятся лошадей Я сама их боюсь Этих лошадей Она меня сбросила Когда-то Пятьдесят с лишним лет В Снежной Королеве А было такое Да Она меня сбросила Причем мне давали уроки Я даже хорошо Как бы Увладела этим Но однажды Она меня сбросила Все С тех пор За всю мою жизнь Я ни разу К лошади не подошла Хотя у моего дяди Целая конюшня Лошади И все мои дети Все-все скачут Но я близко Просто близко А тут Думаю Хитрая Я хитрая Я думаю Я сейчас приду к ним И скажу Ну а что Почему я должна Скакать-то на лошади Есть дублеры Там эти каскадеры А я могу Звезду Взять вот так Вот и привезти Вроде бы Я вот там За воротами Соскочила И сейчас я ее Вот так Придумала Такую хитрость И говорю им это На что режиссер Уже была одна Такая артистка Предлагала Вы не думайте Что вы одна Такая хитрая Была Очень хорошая Актриса Действительно Она тоже Самое предлагала Что вот она Откроет калитку И с калитки И войдет Значит слушай Ну что делать Поехала на ипподром Как подвели Мне этого коня Черного Роскошного Красавца И у меня Оказалось Потрясающая Тренер Женщина У нее какой-то Такой То ли она Привыкла Уже Знаешь Иметь дело С киношными Артистами И артистками У нее какой-то Свой подход И она мне сказала Гениальную фразу У меня все Встало на свои места Она меня Взгромоздила На эту лошадь И потом Вдруг мне говорит Это вы Вы понимаете Это не конь И вы А это и вы Это вы Только у вас Не две А четыре ноги Смотрите как удобно Кентавр Вы Вот четыре ноги И вы Это вам не надо Ой Вот я на лошадь Нет Это вы И как-то Почему-то Это на меня Так подействовало У меня ушел страх И я стала Ездить И к съемкам Я была уже мастер И как мне сказали Такое впечатление Что вы родились На лошади В Сильфе Да Потом когда дело Дошло Это стрельба От бедра По тыквам И тыквы Разлетались Сказали Что я родилась С ружьем Ну то есть Я понаслушала Там кучу комплиментов Своя Что было очень Здорово В мои годы Это Поэтому я не знаю Что будет за картина Но сам факт Участия в нем И такие Экстремальные Дела Мне нравится Я человек рисковый Нравится Слушайте А у меня вот сейчас Как раз я еще В процессе съемок Фильм будет называться Первый Оскар Это история О военных операторах Которые снимали В 41 году Оборону Москвы По указу Сталина И В 42 Получили Первый советский Оскар Да что ты Я даже не знала этого Да То есть Это вот первый советский Оскар Это документалисты Да Это документалисты Вот эти известные кадры Когда немцы Из-под СБ вылезают Да Когда повешены Висят семьи Замороженные Матери с детьми То есть Вот как раз Это 40-градусные морозы Когда уже В 30 километрах Уже немецкие войска были То есть от Москвы И как раз пошла оборона И вот они сняли Этот часовой фильм Документальный Для которого Оскар специально придумал Номинацию документального кино То есть И вот Это история о том Как вот это происходило Как снимали эти ребята Что у тебя там за роль Я там играю Как раз Оператора Там история на троих То есть любовный треугольник Два парня Два оператора Мой оператор Это Иван Майский Который Детдомовский паренек Который Снимает Агитационные кадры Которые все постановочные А второй Он вроде как С каким-то авторским взглядом Вот эти вот Как раз там есть кадры Разрушенная дача Чайковского То есть Ну вот Скрип Да Это вот вроде как Ну он какое-то свое Вот видение снимает Такое А у меня все постановочное Все Ты встань здесь Скажи за Родину За Сталина В атаку То есть вот И сейчас Что удивительно Что как раз Выпал съемочный период Вот на вот эти вот Морозы Которые сейчас были Да То есть вот Минус 26 И то есть вот В этот момент Только я начал Потихонечку понять До какой степени Что это было Да То есть Что лучше Ну видимо В тот момент Было не защищать А просто помереть Потому что Даже я Ну у меня там все Я ухожен У меня все укутано На мне три термобелья На мне тулуп Бекеша толстый И мне все И все равно У меня Я просто Ну И в какой-то момент Ты в кадре Говоришь Лева А что ты здесь снимаешь Потому что Морозы Что или как То есть Представляешь Ну это я вот С уходом С каким А там То есть люди Вот в этот Минус 40 То есть Они с утра До вечера Так То есть И не поесть Не погреть Это просто Жуть Это прям Мурашки Какие-то По сценарию Мне 24 Ну то есть В принципе Так я постарше Чуть-чуть Выгляжу Потому что В то время Не Я просто смотрел Как в то время Люди в 24 В 25 Выглядели Это уже какие-то 40-летние мужики Пожившие Пожившие С каким-то Смыслом В глазах Вот А у нас Сейчас все равно Инфантильное время Молодежь Такие Ну мужчины Они какие-то Такие И я упитанный Такое Видно Что я хорошо Ем Хорошие зубы То есть И вот это Всегда Сейчас В военных Фильмах Именно Видно Ну стараюсь Пытаюсь Посмотрим Глянем Что выйдет Это режиссер Макритский Который Битву за Севастополь Снял Если может быть Видели Ну дай бог Потому что Это Интересно Очень Ну тогда Я думаю Перейдем К какой-то Современным Всяким Веяниям Тенденциям Господи Так хорошо Говорили Переходи Я Что тебя Волнует Молодого Человека Современный Человек Хотя я тоже Я уже считаюсь У современной Молодежи Старцем Глубоким Потому что Я особо Не пользуюсь Тиктоком Не пользуюсь Всякими Этими Вот этими Сейчас Как это Вот какой-то Есть чат Где все Созваниваются И что-то Слушают Какой-то Вот новый Только появился И все время Все что-то Новое Выходит У меня Инстаграм Как бы Тоже Ну популярная Площадка Там Всякие Твиттеры Все это Есть И вот Я не знаю Ну современные Поколения Оно живет Просто Ну просто там С утра до вечера Находится Лично я Когда Лишь только тогда Когда вот я уезжаю У меня есть На Ладожском озере Домик у друга Я вот туда уезжаю Там нет связи Туда нет Там нет Дорог машинных Туда можно добраться Только на И только там у меня Получается Все Через три дня Ломки Вырваться От этого всего Отключиться И как-то уже Подумать О чем-то Вот Как вы к этому Относитесь Ну это хорошо Я отношусь к этому По-своему Ну конечно Естественно Но я вынуждена Как-то в этом Присутствовать Во всем этом Потому что у меня дети Внуки Правнуки И все они Конечно В этом Туда залезли И оттуда не вылезают И боюсь Что уже и не вылезут Никогда Это для меня Очень печально При всем Притом Я понимаю Что такое интернет Как это мощно Как это здорово Как это просто Очень Такой Скачок Огромный Но в то же время Я убеждена Я не знаю Как дальше Это будет все развиваться И как будет развиваться Человек Имея все это С какими потерями Придется сталкиваться Но сейчас У меня очень печальное Такое Отношение к этому Потому что я вижу Что дети Друзья моих детей Внуки Друзья моих внуков Практически Утратили Способность читать Из-за этого И такое Клиповое Такое у них Сознание Они не глупые все Все очень развитые Все Мне Чтобы что-то разобраться Я просто Тупее меня нет никого Они мне Все делают Если мне что надо Поэтому они Как бы умные Продвинутые ребята Но идут такие потери На мой взгляд Другое дело Что может быть Через несколько лет Эти Утерянные Человеческие свойства Которые я считаю Потерями Может быть Может быть Уже не будут Такими потерями Какими я их воспринимаю И может быть Не чтение книг Когда мне дети говорят Ну мы же читаем Вот нужно по программе Мы читаем Все Если у них Если у них нет Понимания Что чтение Это не только То, что нужно По программе И то, что нужно В институте Или в школе А это колоссальное Удовольствие И это Прекрасное Время Препровождения Этого понятия Вообще у них нет Надо Надо Они читают Поэтому я конечно Я не скажу Что такой уж Я противник большой Я все прекрасно понимаю Что это Необходимейшая Прекрасная Очень умная штука Интернет Но только я вижу Очень большие потери В том поколении Которое сейчас В него залезло В нем сидит Получает удовольствие Получает Кайф От того, что они там сидят Поэтому я против Ну просто меня Ой, господи, прости Все эти блогеры Которые Я тоже не смотрю Заменили Очень многое Какое-то виртуальное Общение В этой жизни Я даже вот по своим Смотрю Они очень активно Мощно Общаются Внутри интернета Да, да, да Просто В фейсбуке Они там как живут Они там живут Это их жизнь Им кажется, что они Мало того, что в курсе всего Они У них очень много друзей Очень много знакомых У них очень много тем Общих Закрываются Это совсем другой человек И мне его так жалко Он потерян Он В этом социуме Такое впечатление, что он далек От этого социума Он вне его как-то существует Ну то есть он там выражает какое-то представление Да Более того Он сам от себя кайфует Кайфует от своих друзей Они там все очень значимы Друг для друга В интернете Очень значимы И у человека У молодого тем более У девушки Ощущение Что это какая-то прекрасная жизнь Какая-то Такая Интересная И знакомых полно И весь мир у моих ног На самом деле Это такая беда А Как это сказать Вот Сократить это Общение Это невозможно Вот для взрослого человека Мне это невозможно Мне не под силу это сделать И объяснить Тем же детям Друзьям Этих моих детей И внуков Сказать Что все дозировано Хорошо Хорошо все дозировано Если Эта доза Перебирает Твою настоящую жизнь То тебя ждет беда Поверить мне Невозможно Потому что У них настолько все шикарно Вот в этой Виртуальной жизни Что беды Никакой быть не может Потому что Весь мир Вот он тут Вот так я отношусь Извини меня При всем понимании При всем Интересно Вот опять же Тоже Эта же сфера Платформы Вот Сейчас вот Ну уже Сильно Ну Современное общество Уходит от кино От походов Кинотеатры То есть вот От экрана От живого Ну На платформы То есть сейчас Огромное количество Платформ Все их сидят дома Смотрят Тоже такого Своего рода Конфета Развлечения Которые ты быстро Распаковал Съел То есть принял Ну я не знаю Может быть Есть просто Может быть Вы что-то видели Может быть Какие-то Ну сериалы смотрите Или фильмы Может быть Вот ну что-то Если даже Я что-то смотрела Тиш Это буквально Три-пять минут Дальше я закрываю Более того У меня же советчиков Очень много Которые Вот в этом Все пребывают Все это понимают Они слушают Современную музыку Они знают Все течения Все направления Я Я воспитанная Поскольку я со второго класса В оперном театре пела То я воспитанная Естественно На классической музыке Хотя Естественно Я любила И эстраду И так далее И они все знают И советуют мне Очень много всего интересного А они у меня Очень умные Товарищи И я покупаюсь Я говорю Ну давайте Найдите мне Вот это Что ты сейчас сказал Вот это Найди мне Пять-три-пять-семь минут Дальше Мне это неинтересно Это что касается Потребителей Что касается актеров Которые сейчас Тоже на платформах Принимают участие Я к этому отношусь Тоже как Наверное Как кино Без живого зрителя Я не представляю Что я за актриса Переходов театра в интернет Он тоже наверное Да как-то сомнительный Не понимаю Не понимаю Умом могу понять Но помимо ума Есть еще душа Сердце и так далее Этого я ничего не понимаю Нет зрителя живого Которого я Долгие годы Приручала С которым Долгие годы Я искала Общий язык Да я видел Как выяснили Прямо Да Более того Я глубоко убеждена Отработав Пятьдесят с лишним лет В театре Что главный Мой партнер Это зритель От него зависит Сегодняшний мой Успех Или неудача Если я до него Вот сейчас Как-то он меня поймет В ближайшие Несколько минут И мы соединимся Это один спектакль Если У них своя жизнь У меня своя жизнь А они воспитанные Просто слушают Спектакля нет У меня Поэтому я не любила Сниматься в кино Именно по этой причине Я не понимаю Мне этот глазок Этот оператор Он мне ничего не дает Есть же Потрясающие Американские Между прочим Актеры кино Что-то они видят Вот за этим Вот Окошком Они чувствуют Того зрителя Который придет В кинотеатр Я его не чувствую В этом Наверное Была моя беда Я его Последнее чувствую Хотя Технически Я научилась В кино Что-то делать Конечно Не все Но что-то Уже Меня нельзя назвать Новичком Или я не приду Со своими Театральными Замашками Как раньше было Когда мне все время Тише Тише Ну не надо так Ну это же Вот же У нас же аудитория Небольшая Зачем Кричать К этому Надо было Привыкать Но без живого Зрителя Может быть Я Какой-то Как это сказать Не то чтобы Отсталый А какой-то Вот осколок Какого-то Такого Прошлого Прошлых Взаимоотношений Зрителя С артистами Сейчас Это несколько Другое Вот даже Современные Даже спектакли Там не будем говорить Сериалы Там и так далее Я так боюсь Ходить И так расстраиваюсь Всегда Потому что Я увидела Большую Очень серьезную Проблему Сначала Я думала Что просто Ну у меня Такой уже Пришел возраст Критически Смотреть на все Знаешь Как Какие-то Старые артисты Мне когда-то Говорили Ну я старая Грымза Я ничего не понимаю Думаю Может я в это Уже превратилась Когда Ну как-то Со своими Живешь Ценностями И Не понимаешь Что у них Тоже ценности Только они Немножко другие Потому что И время другое И все другое Сейчас очень Все энергичное Очень агрессивное Очень активное Потом Еще раз Пойду Посмотрю Спектакль Думаю Нет Дело не в этом А дело в том Что Я не знаю Как сейчас там Их учат В институтах То с чего Мы с вами Начинали Да То с чего Мы с тобой Начинали Я не знаю И кто их там Учит В институтах Только я вижу Одно Режиссеров Актеров Которые Не Не занимаются То чем Мы когда-то Занимались Если уж так Пафосно Говорить Таким Исследованием Духа Человеческого Почему Что А сейчас Занимаются Демонстрацией Фактов В лучшем случае Эти факты Препарируют А там Относитесь Как угодно Я так вижу Я так вижу Это мало Имеет отношение К психологии Человеческой Я понимаю Что такое Подробное Исследование Человеческой Психики Оно Наверное Сейчас Это даже Невозможно Потому что Скорость Такова Что Не до нюансов Важно Факт Ужасный Или страшный Или наоборот Очень смешной Или наоборот Очень такой Но Факты Мы вам Факты А вы Как хотите Относитесь К этому Либо вы согласны Либо не согласны Ну вот И эта тенденция Идет Не знаю Доживу ли я Хотя я точно знаю Что это обязательно будет Но доживу ли я До того момента Когда Все-таки Театральное искусство Киношное искусство Вернется снова К человеку Не к фактам Его биографии А к самому Человеку К Исследованию Самого человека И его психики И его души И его сердце И его мозгов Почему такой мозг Вдруг развился А не другой И так далее Почему он так поступил А не так Вот это мне было интересно Вот это я тебе Сначала сказала Что вот я этим занималась Как лабораторный работник Мне было это интересно В моей профессии Сейчас это Где-то Далеко И как бы и не нужно У меня это очень печально Знаете Я поэтому Вот с этого Начали Этим И заканчиваю Мне честно говоря Тоже хотелось бы Ну Я потому что Этим Мало И занимаюсь То о чем вы говорите Исследованием Человеческого духа На сцене В кино То есть По сути да Действительно Какие-то просто Факты А ты А ты Как относишься К интернету К платформам Вот это мне Очень интересно Я там сижу Постоянно Сидишь постоянно Все время Да Все время Я с телефоном Он все время У меня в руке То есть я все время Что-то мне пишут Все это Я кому-то отвечаю Трачу совершенно Бездарно время То есть Ну Совершенно Глупый В пустую Иногда конечно По работе Вот так А в нормальной жизни У тебя есть друзья Компании Конечно У меня много друзей У меня очень много Друзей моряков То есть ты не ограничиваешься Ни в коем случае У меня Есть огромная компания Ребят Которые офицеры Морского флота Я их очень люблю Очень люблю С ними Веселиться Потому что Они не актеры Они Вот видишь Почему мне с тобой Так легко разговаривать Потому что за всю свою жизнь Я не подружилась Ни с одной артисткой У меня в подругах Нет ни одной артистки Вообще Есть хорошие отношения Но личные Вот самые близкие Мои подруги Это врачи Педагоги И так далее Вот у меня тоже Друзья Которые пожили Это о чем-то ведь говорит Бляди Потому что как-то Актеры Они как-то Я сам себя знаю Я же так поучаю Вот так вот Я могу Как же мы работаем В театре Так неуважительно Относясь К своим коллегам Это же наверное не так Не то что мы Неуважительно относимся Но друзей действительно Никто Я даже иногда Задавался вопрос Думаю А почему Почему Вот ну нет Вот так Это так было естественно И Не было необходимо Как можно дружить с артисткой Вот Но мы же работаем Я тоже Я вот В театре Вот Общаюсь с артистами Да конечно В дружеских отношениях Конечно Но все равно Вот ну Как Когда перед тобой Настоящий человек У которого нет Возвращались Потому что Все новое Это хорошо забытое Старое Это Это классик Это даже не старое И не новое Я тоже верю В то что это рано или поздно Как-то все таки вернемся Очень надеюсь Я очень надеюсь Что ты это застанешь В расцвете своих сил И получишь Огромное удовольствие От профессии От коллег От зрительного зала Это такой кайф Просто Ты себе не представляешь Еще раз Спасибо большое Что мы с вами Все так замечательно Общались Спасибо тебе